Девушки отдыхают Физики-фундаменталисты во всем мире к концу 20 века прониклись при чувстве мазарения по поводу единой теории мироздания. Одна за другой лавинообразно появились теории относительности, квантовая теория, теория множественности пространственно-временных измерений, теория струн, теория черных дыр и еще, и еще, и еще. И у ученых на всей планете почти одновременно защекотала в желудке и перехватила дух от предвосхищения. Вот она, наконец, вот-вот будет найдена формула, по которой все возникло и существует. Единая формула бытия. Но не тут-то было. Никак не соединялись воедино эти восхитительные теории мирозданий. Последний гвоздь били математики. Доказали, что наукой объять все сущее невозможно. И тогда на помощь человеческому разуму пришел великий Стивен Уильям Хогинг, с присущей ему гениальной прозорливостью. Он понял и объявил человечеству, что единая формула всего сущего – великий замысел. А теперь оглянитесь вокруг. Разве он не прекрасен, этот великий замысел? 11 июля. День, когда мой учитель, оставив нам хедрость своих воплощенных замыслов, Одним из которых, простите, хочу считать себя, ушел согласно великому замыслу, забрав нецетворенную. Я прикоснулся к космологии лишь слегка, насколько смог. Без специального образования и, как многие гуманитарии, при посредничестве замечательной передачи Моргана Фримана. Но вот какая штука получается. Зачарованной наукой о вселенных, я окончательно утвердился в своей давней догадке. Ничто не имеет значения, разве что только мысль. Об этом говорили и говорят мыслители, просветители, философы в прошлом и сейчас. Но я сформулировал это для себя сам. Что остается у человека на земле? Его мысли, его замыслы, воплощенные в здание, в водопроводе, в рецепте пирога, в федеврах жилописи и художественные фильмы, ставшие школой киноискусства. Таковы фильмы моего учителя Красима Меркосимовича Оджагова. Тогда, в том процессе, когда мастер делал фильмы и лепил из меня актера кино, я ощутил интуиции, нечто очень неординарное в его творческих и жизненных принципах. Он ничего не декларировал. Не навязывал нам какие-либо философские выкладки. Я только успевал то и дело удивиться непонятному, необычному в том, как он работает и живет. И раскодированные детали его поведения, его бытия падали мне в подсознание и со временем сложились в догадку. Ничто не имеет значения, только мысль. И уже много позже, мне стало понятно, почему главный герой фильма, балованный сын богатых родителей, весь фильм ходит в одном и том же костюме и рубашке, и никто этого не замечает. Стало понятно, почему мастер был абсолютно равнодушен материальным благам, привилегиям. Стал понятен его принцип минимализма, которым он создавал фильм. Ничего лишнего, украшательского, притянутого, никакой фальши в тексте, сценографии кадра, актерской игре. Его знаменитая фраза «Проще, проще и еще проще». Ничего лишнего, только то, что работает на мысль. Мысль о том, что без любви человек умирает, простая и вечная. О том, что остаться живым на войне не значит с этой войны вернуться, с войны не возвращаются. Мысль, что нельзя ставить свою судьбу в зависимости от того, что скажут соседи. И о том, что, будучи ответственным за близких, мужчина несет эту ответственность до конца, даже ценой жертвенности. И что человек, глубоко и преданно погруженный в науку, в исследование, как правило, не способен защищать себя от обывательской подлости. Видимо, защитить такого чудика есть миссия его близких и друзей. Каждый фильм – мысль. Наверное, в этом и есть секрет вечной, неизбывной притягательности отжаговских фильмов. Возможно, я сформулировал эти мысли не совсем так, как думал мастер. Возможно, кто-то поймет их по-другому, но неизменно суть. Каждый фильм – мысль. 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 И только мысль имеет значение. Все остальное несущественно. Великий замысел. А ведь написано, вначале было слово. Ну, нам продвинутым через науку оно как-то убедительнее. У меня было это счастье. Сняться в фильмах великого мастера. Только этого мало. Понапрасну не зло. И добро не пропало. Все горело светло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло. Берегла и спасала. Мне и вправду везло. Только этого мало. А что если невоплощенные мысли, ушедшие с великим мастером в общее энергетическое поле, однажды пройдут через бозон Хиггса, названный физиками частицей Бога. И тогда замыслы моего учителя снизойдут к нам в виде озарений, творческих замыслов, вдохновения новых режиссеров. И под новыми именами материализуются новые фильмы Росима О'Джакова. Согласно великому замыслу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова